Друзья, всем привет! С вами снова интернет-магазин Antelife.com.ua Александр Сегодня все-таки дошли руки у меня сделать вам полноценный обзор на модель LG Nexus Google точнее LG Google Nexus 5 Я уже записывал распаковку данного смартфона ссылочку вам выложу вот здесь, кому интересно я там показывал какой комплект рассказывал свои первые впечатления обращаю ваше внимание на то, что я не профессиональный обзорщик куча обзорщиков рассматривали эту модель и там всякие розетки и прочие интересные обзорщики и тому подобное я расскажу вам то, что я считаю нужным то, что мне понравилось, то, что мне не понравилось давайте начнем во-первых, корпус мне очень симпатизирует здесь все выполнено очень на высоком уровне корпус не скрипит, не трещит, не люфтит на то он и монолитный в принципе, это и не удивительно значит, задняя крышка выполнена из soft-touch пластика пластик, как вы видите, такой очень залапывается ну, в принципе, все вот эти вот залапания очень хорошо оттираются телефон не скользит то есть, отлично лежит в руке что могу сказать спереди спереди мне не нравятся вот эти вот экранные кнопки тут как бы вот столько пространства где можно было вместить эти сенсорные кнопки я, если честно, по привычке всегда вот, если что-то там делают на смартфоне, то по привычке тянусь вот сюда то есть, ну, для меня это кое-какой дискомфорт есть тем более, зачем было оставлять вот это вот место и не использовать их под кнопки я считаю, что это не то решение, которое нужно было делать так, по удобству пользования конечно, кнопка включения на своем месте качелька громкости на своем разъем под наушники тоже там, где его удобно использовать второй микрофон по поводу вот этих вот двух динамиков я, если честно, затрудняюсь сказать два ли тут динамика или один но я об этом чуть позже скажу как бы испытываю я некий дискомфорт и с этими динамиками задняя крышка у нас в принципе, тут логотипы Nexus, LG камера 8-мегапиксельная в распаковке, я говорил, наверное, 13 потому что комментаторы пишут там, что 13? какие 13? здесь 8 окей, я согласен, 8 вспышка отличная так, спереди, сверху у нас есть фронтальная камера датчик приближения, датчик освещения очень такой интересный, интересно выполненный динамик кружочком таким ну, собственно, по внешнему виду это все давайте сразу же разберем, как я начинаю все свои обзоры с технических характеристик и давайте посмотрим, сколько же данный аппарат набирает в Antutu и что у него вообще за начинка во-первых, модель называется Google Nexus 5 операционная система у него 4.4 Android процессор у него Qualcomm Snapdragon 800 это один из самых мощных процессоров на данный момент с самым мощным графическим ускорителем это Adreno 330 Full HD разрешение 8-мегапиксельная камера здесь 2 гига оперативной памяти 16 встроенной слота под microSD карточку здесь просто-напросто нету это минус однозначно здесь одна сим-карта это тоже минус однозначно я не понимаю, почему производители выпускают такие дорогие смартфоны тот же Xiaomi Mi 3 вот эта модель очень классная да сделайте вы 2 симки да сделайте вы слот под microSD карточку я понимаю, конечно, что это все завязано на процессоре на возможностях, с чем там готов работать этот процессор ну, блин, было бы круто, если бы эти телефоны были на 2 симки и с microSD карточкой значит, здесь 4 ядра частоту вы сами видите IPS-матрица 4,95 дюймов сам дисплей есть все возможные датчики и тому подобное рассказываю особенность данного аппарата как только... во-первых, я снимал в распаковке мы получили смартфон с такой китайской прошивкой очень много чего не работало не работал звук, не работал микрофон, не работал YouTube то есть, были куча софтовых проблем в распаковке я это все рассказал немножко мне это не понравилось при первом моем знакомстве с данной моделью опять же, умники-комментаторы начали писать да вам выслали брак, да вам вас кинули, вас развели это брак, это все капец и, блин ну, ребята, если мы продаем эти смартфоны как бы я, как бы такое звено проходящее через меня проходит там брак телефонов я знаю, что такое брак железа знаю, что такое брак софта точнее, проблема софтовая то есть, здесь было явно понятно, что YouTube не работает ну, при чем здесь железо? это софт не работает одновременно ни звук, ни звук в наушниках ни микрофон, ничего то есть, ну, это такое дело мы прошили прошивкой прошивку взяли с 4PDA-форума какая-то официальная там прошивка все круто, все прошились все заработало в ходе работы продемонстрирую вам это я начал тестить во-первых, на той прошивке у нас было примерно 25-28 тысяч баллов то есть, ну, это стандартный такой нормальный результат для такого железа а потом мы прошились я начал тестить и я вижу вот эти вот 17-18 тысяч я задался вопросом начал в интернете там что-то черпать информацию оказывается, что на данной прошивке в программке Antutu смартфон когда доходит до какой-то предельной там температуры то ли 45 градусов то ли 50 он понижает частоту процессора и таким образом он показывает меньшие баллы я взял смартфон положил в морозилку и сделал этот тест Antutu вот у меня выдало 25-725 вот такая вот особенность при этом обращаю ваше внимание на то, что при воспроизведении игр никаких нюансов не возникает все летает все супер все максимально круто вот мои тесты в различных программках то есть, на Mark вы видите тут тоже 60 FPS тут тоже практически 60 Epic Citadel с самыми максимальными настройками 52 FPS то есть, ну, все круто в этом плане так, идем давайте посмотрим сколько точек касания здесь 10 точек касания здесь тоже все супер все на современном уровне какие есть у нас датчики в этом смартфоне давайте смотреть из датчиков есть очень много всего так, GPS, Wi-Fi, Bluetooth само собой, компас, акселерометр датчик приближения, датчик освещения отличная вспышка датчики давления NFC технология гироскопы какой-то вот есть даже степ-детектор то есть, там, наверное, считает он шаги что-то такое так обращаю ваше внимание на то, что эта модель не работает с OTG кабелем то есть, я подключал к нему флешку ничего не распознала был немножко огорчен что за такие деньги смартфон в принципе, не имеет такую, в принципе, уже базовую функцию так прошивка, как вы могли уже понять это 4.4 Android это одна из самых последних версий устройства от Google совместно с LG славятся вот такими вот самыми последними топовыми софтовыми прошивками то есть вот эта прошивка 4.4 ну, она, что я могу про нее сказать работает все быстро, шустро она немножко видоизменена то есть, вот, когда я разблокирую смартфон тут у нас можно вызвать Google Now можно включить сразу же камеру то есть, ну, это такие мелочи сама прошивка имеет довольно-таки много багов то есть, но, в принципе, все работает отлично все на русском языке никаких нареканий по прошивке я вам сказать не могу приходят вот эти вот обновления обновления я не сторонник этих воздушных обновлений потому что знаю, чем это чревато лучше не пользуйтесь этими обновлениями лучше прошивайтесь там вручную потому что может очень многое некорректно работать я даже подозреваю, что вот та неработоспособность телефона этого смартфона которая у меня была в распаковке как раз и связана с тем, что прилетели воздушные обновления обновились на нем и вот он таким вот стал так что касается экрана экран здесь Full HD формата стекло у нас Gorilla Glass 3 экран очень яркий запас яркости отличный то есть, можно наслаждаться и вечером там при просмотре фильмов при минимальной яркости ну и при максимальной яркости тоже все, в принципе, комфортно я говорил, что экран мне очень нравится это действительно так экран очень яркий, очень хороший мне нравятся углы обзора опять же, в распаковке мне сразу же написали, что у экрана вот темный свет немножко белит при углах да, я с этим согласен но я не считаю, что это слишком плохо то есть, вот вам картинки черный фон открываю вам не знаю, мне экран очень нравится цвета все такие яркие насыщенные сам экран ну вот даже на заставке какой-то он такой мягенький интересный то есть, мне экран очень нравится что касается производительности функционала во-первых, еще в прошивке есть вот такая вот интересная особенность здесь вы не найдете стандартного приложения SMS здесь предустановлена программка от Google то есть, если иметь такую программку на другом устройстве ее можно установить на любой Android смартфон вы можете бесплатно отправлять SMS-ки там с подключением к Wi-Fi насколько я понимаю и это довольно-таки прикольно что касается производительности когда запускаешь все вот эти современные игрушки я, например, не видел той графики как было на Xiaomi Mi 3 там, где стояла Tegra 4 тот же Dead Trigger 2 оно все запускается все выставляется на максимальные настройки все идет без проблем но того уровня графики если честно я не увидел давайте смотреть как идут игрушки запускается у меня Most Wanted я вам немножко расскажу про звук я обещал вам показать вот эту вот особенность в общем когда держишь смартфон вот так вот когда держишь вот так вот смартфон ты закрываешь либо этот динамик либо когда держишь вот так вот ты закрываешь вот этот вот динамик вот я пришел к такому выводу что одна решеточка издает звук другая решетка не издает звук смотрим сейчас идет звук ничего не изменилось а вот так вот звук изменяется то есть если ты держишь смартфон вот так вот в руках давайте запустим игрушку пусть открывается у нас пока мы тут разговоры разговариваем в общем когда ты держишь когда ты держишь смартфон вот так вот допустим там играешь что-то ездишь стреляешь то иногда ты закрываешь вот эту вот решеточку и звука как такового нет а так смотрим игру игра идет блин очень круто с максимальной графикой эффекта размыт то есть это все здесь присутствует игрушка просто летает так вот с такой производительностью просто наслаждаясь этими играми потому что они действительно и графика крутая на мобильных устройствах и производительность сама собой то есть ну все вы все сами видите 2 гига оперативки дают о себе знать все игрушки грузятся очень быстро все круто загружается нигде ничего не тупит не глючит у меня в принципе выставлены максимальные уровни графики во всех игрушках и никаких абсолютно проблем я не испытываю во время игры при там при огромном количестве каких-то динамических сцен на телефоне на экране то есть при огромном количестве вот этих вот монстров всяких там самых разнообразных все идет отлично и мне все нравится я также пытался установить асфальт 8 но какой-то конфликт у меня возник с прошивкой не хочет он почему-то останавливаться ну как бы особо это не нужно я вам так скажу игры все идут великолепно это действительно такой игровой смартфон youtube youtube который у меня не запускался чтобы вы могли убедиться в этом что вот все работает звук у нас идет все круто все работает так же как всегда я тестировал эту модель на аккумулятор на gps результаты в общем следующие gps в принципе все стандартно все в этом плане хорошо спутники ловит присутствует навигация глонас спутники ловит это я был далеко от окна но в принципе спутник спутники и точку на карте он обозначил по поводу аккумулятора я как всегда тестировал конечно же через antutu тестер но почему-то он категорически у меня не хотел это делать даже уже прошитым то есть он доходил там со 100% разряжался на 20% ну там до 80 до 85 и почему-то вот эта программка она сбрасывалась много времени на тесты не было но я так и играл на протяжении дня в игрушки на нем тестил аккумулятор здесь на 2-300 мАч его в принципе хватит на 2 дня умеренного пользования естественно если еще поиграться там с яркостью то можно больше результатов достичь если вы хотите поиграться порубиться то ну естественно это 2-3-4 часа это максимум из того что я прогонял это эпик цитадель на максимальной яркости ну вот со 100% он у меня до 4 разделился за 2 часа 26 минут это очень такой средний результат нельзя назвать что в данной модели аккумулятор является неоспоримым плюсом но в целом как бы я не замечал за этим смартфоном что он категорически быстро разряжается мне в принципе хватало что касается камеры камера здесь на 8 мегапикселей камера меня порадовала однозначно я вам скажу честно модель Xiaomi Mi 3 я вот его недавно тестил недавно снимал эти все видео качество съемки по фото может быть примерно такое же но видео снимает гораздо хуже тут и вспышка работает отлично и в видео идет стабилизация изображение то есть автофокус работает корректно он намного быстрее срабатывает видео записывается в формате Full HD вот я в принципе с такого расстояния сфоткал листик бумаги со вспышкой и картинка у меня получилась очень такого высокого качества все четко с огромным довольно таки далеко я сделал эту фотку вот такое освещение было без вспышки ну без вспышки конечно плохо оно его сделало но тем не менее макросъемка все тоже без проблем как бы все вот эти вот мелкие детали все супер сделаю еще больше фоток сделаю вам видео на улице со звуком то есть камера меня порадовала здесь интересные такие вот настройки такого формата как для 4.4 прошивки 13 мегапикселей как я сказал наверное в распаковке здесь нету здесь 8 реальных мегапикселей без интерполяций что не совсем чуждо китайцам то есть китайцы любят везде вот эту вот интерполяцию лепить что ж давайте подводить итог я как всегда говорю наверное основные минусы всех вот этих вот дорогих смартфонов с крутыми вот этими вот процессорами мне не нравится то что эти смартфоны на одну симку мне не нравится что в основном во всех этих смартфонах нет слота под microSD карточку вот-вот выйдет восьмиядерный процессор от MTK и все эти оригиналы все эти дорогущие смартфоны они получат очень серьезного конкурента в лице любого смартфона на процессоре MTK 6592 который будет по производительности на том же уровне который будет с такой же легкостью обрабатывать графику с разрешением Full HD но у которого будет две симки у которого будет шикарный экран у которого будет шикарная камера у которого будет слот под microSD карточку поэтому вот эти моменты это однозначно минус этих телефонов что мне еще не понравилось не понравились вот эти вот кнопки при наличии такого большого места под эти сенсорные кнопки на панели производитель ну я не скажу что он занимает этими кнопками место на экране но я я уже говорил об этом по привычке тянусь вот так вот клацать менюшку там назад и тому подобное домой мне это не понравилось по работоспособности по экрану по производительности как смартфон ведет себя в играх как смартфон ведет себя после продолжительных воспроизведений этих игр он нагревается но нагревается он до абсолютно такого адекватного уровня он не тупит не зависает не глючит на все команды реагирует максимально быстро и четко прошивка мне в принципе понравилась ничего тяжелого здесь нет особо тут разбираться тоже не в чем то есть тот же голый андроид но в новой оболочке и с новыми цифрами 4.4 камера меня тоже в этом смартфоне порадовала звук ушного динамика разговорного динамика звук в наушниках отличный все круто все классно звук вот этот вот внешний из этих динамиков немножко меня не порадовал да и само расположение этих динамиков тоже меня огорчило вот неудобно когда ты держишь если действительно может как какой-то баг может один из динамиков у нас здесь не работает вот этого не знаю в целом смартфоном очень доволен всем советую LG с гуглом постарались выпустили действительно класс классное устройство для тех кого кому не принципиально две сим-карты два оператора можете смело покупать этот смартфон в принципе по памяти если даже сравнивать с тем же Xiaomi Mi 3 там тоже 16 гиг но как-то там вот знаете было все так сделано что я смог установить только одну большую игру как-то там все файлы были так все в притирку и как-то не получилось у меня установить две-три игры здесь у меня установлено Modern Combo 4 Dead Trigger GTA Vice City Most Wanted Real Racing то есть довольно-таки штучки 3-4-5 игр таких более серьезных то есть здесь с памятью все в принципе в порядке и 16 гиг если там не закачивать сюда библиотеку фильмов и тому подобное тонны гигабайт музыки то в принципе всего-всего хватает с головой мне смартфон очень понравился есть мои может наверное субъективные минуса но это мои обзоры наш мой интернет-магазин поэтому спасибо вам за внимание ставьте лайки кому понравилось подписывайтесь на наш канал будем всегда стараться для вас получать вот такие вот интересные новинки интересные смартфоны и делать свои обзоры со своим мнением спасибо всего доброго спасибо спасибо Продолжение следует...